Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня 24 марта 2023 года. Начался новый посадочный сезон. Весна только-только начинается. В этом году запоздала. Зиму, слава богу, перезимовали. Ждем, когда все растает. Конечно, сегодня не очень хороший день в смысле погоды. Дождь идет. Но, с одной стороны, это радует, потому что в связи с дождем тает снег. Побыстрее освободятся наши площадки. И сможем их заставлять другими товарами, другими растениями. Пока в нашем садовом центре выставлены только саженцы роз. Немножко есть хвойных растений, а также луковичные и все сопутствующие товары, которые необходимы рано весной. Начнем мы с роз. Как обычно, выставлены у нас розы в двух годички и трех годички. Это здесь, в торговой галереи. Обычно у нас каждый год в этой части нашего магазина расположены розы. Сюда мы, как правило, выносим все самые красивые розы, самые хорошие. В общем, это наша витрина. Хотя, конечно, можно прогуляться. Это в дальнейшем, в конце апреля уже будет по всему. Садовому центру роз много. Кто у нас бывает и нас знает, им рассказывать не надо. Но это, наверное, больше для тех, кто впервые посещает наш канал и знакомится с нашим садовым центром. Вот таким образом выглядят наши двухлетние саженцы. Так как еще ничего не цветет, то мы их постарались все пробирковать. Повесили на каждую саженец информационной бирки с картинкой, с названием, с описанием каждой розочки. Конечно, здесь не очень большой ассортимент выставлен. Хранилища мы еще будем, наверное, недели две разбирать, сортировать, приводить все в порядок. Также параллельно набираем наши интернет-заказы. В этом году их довольно много. Даже пришлось на месяц закрыть интернет-магазин до мая, чтобы успеть обеспечить и всех наших покупателей, которые уже заказали в интернет-магазине. Но роз много, поэтому не переживайте. Всем всего хватит. А если чего не хватит, может быть, летом из молодых саженцев, которые тоже очень хорошие и качественные, можно будет приобрести какие-то сорта. Но их немного, тех сортов, которые, в принципе, выбрали. Можно посмотреть, ознакомиться, как сейчас выглядят они. Розы не облиственные пока еще. Ну, многих устраивает это и, наоборот, хотят в таком виде покупать. Поэтому, кому интересно, приезжайте. Если здесь не найдете какого-то сорта, можно будет подойти к девочкам, если уже этот сорт из хранилища мы уже вытащили. Девочки вам помогут. Покажут, достанут. И если все будет хорошо, то, может быть, интересующий вас сорт также вы сможете приобрести уже сейчас. Ну, по ассортименту у нас вот это вот сейчас я вам показываю двухлетние саженцы. Корневая система у всех очень хорошо развита. Станет тепло, земля оттает, посадите, и все сразу пойдет в рост. И будет хорошо расти и цвести уже в этом году. Так, здесь у нас на столе трехлетние саженцы в семилитровых контейнерах. Вот таким образом они сейчас выглядят. Ну, вот сегодня пока еще картинки не повесили. Вот сейчас изготавливают и на каждый сорт обозначим, чтобы можно было ознакомиться с характеристиками данного сорта. Занесли грунт в 50-60 литровых пакетах для того, чтобы он не мог, чтобы не был грязным, чтобы оттаял. Поэтому, если кому-то торт или грунт нужен, можно также приехать, приобрести. В общем, все, кто поедет на дачи, можете уже заезжать и посмотреть, что у нас на сегодняшний день выставлено в нашем садовом центре. Здесь при входе у нас луковичные растения, лук-сивок, ну, также многолетники, такие как хоста, мискантусы. Также есть различные луковичные цветы. Тут у нас и ирисы, и лилии. Даже вот грибы. Мицелий грибов привезли. Ну, как-то я к ним всегда относилась. С недоверием. Сами еще не пытались посадить. Вот если кто-то высаживал, оставьте комментарий. Хоть у кого-то что-то вообще-то выросло из этих грибов. Кроме свинушек и поганок. Ну, тем не менее. Эксперименты интересные. Пройдемся по нашему магазину. Понятно, что пока еще ассортимент не полный. Только наполняем. Будем еще завозить товар. Все, что есть. Наверное, то, что сейчас самое необходимое, наверное, оно все-таки присутствует в нашем магазине на сегодняшний день. Различные гуматы. Такие натуральные средства. Также есть и гранулированные удобрения. Средства защиты растений. Бордовская жидкость есть в различных упаковках с различным объемом. Очень, кстати, удобная вот эта вот жидкость бордовская. Там уже она разведена. Рядом с ней также находится прахфилактин от комплекса вредителей зимующих. Чем она удобна? Тем, что здесь уже все разведено, процежено. Что если вы берете в таком виде бордовскую жидкость, то у вас не забиваются сопла в ваших опрыскивателях. В общем, нервы вы не портите. Просто берете, разводите, заливаете в опрыскивателе и все опрыскиваете. Та бордовская смесь, которую мы разводим обычно из пакета, с порошков, она имеет свойство забивать опрыскиватели. Это вот нервирует. Поэтому лучше, наверное, брать уже готовую разведенную бордовскую жидкость. Вот она у нас по 250 миллилитров, по 100, по пол-литра. В общем так. Ну, может быть, кому-то удобно с ведра макловицы, кисточкой. Ну, кто как привык, то можно брать и бордовскую жидкость, то есть бордовскую смесь, и самим ее разводить. У нас тут тоже в разных вариантах она представлена. Также есть и железный купорос, и медный купорос. В общем, кто к чему привык. Далее, если вы обрабатываете ваши плодовые деревья краской, вот краска для садовых деревьев, у нас также есть различного объема, от литра до трех. Ну, и далее много различных препаратов, как инсектицидов, так и гербицидов, и пестицидов, и чего хотите. Все, что нужно. Удобрения понадобятся позже. В любом случае, сейчас уже их покупают. Есть и удобрения, которые вносятся азотные весной, специализированные есть весна, как органоминеральные, так и просто минеральные удобрения. очень много различных семян. Семена, как... Семена салатов, овощей, помидор, огурцов, также и цветочные семена, представленные в нашем садовом центре. Средства защиты. Также есть спонбонд, как черный, так и белый. Укровной материал. С этой стороны есть различные средства для борьбы с муравьями, с грызунами, с тараканами, биологически активные, фунгициды. Новая линейка. В прошлом году мы начали ею торговать, но как-то не нашли они особой популярности. Не стали пользоваться популярностью. Может быть, в связи с тем, что цена не устраивает. Цена такая на них не маленькая, но это биологические средства. Биофунгициды, корневины для корневой обработки и от болезней, и стимуляторы роста. В общем-то, препараты неплохие. Мы их попробовали действительно. Они рабочие. Может быть, людям... Либо не разрекламированный товар, либо цена не устраивает. Ну, не знаю. Нам понравились эти препараты. Мы их испытывали. Надо будет, может быть, снять какую-нибудь... Еще какой-нибудь экспериментальный ролик на этот счет. Так, от кротов, крыс, мышей. Грунты. А сидераты различные можно уже приобрести. Сидераты различные можно уже приобрести. Здесь также имеется грунт различный в небольших упаковках по 5, 10 и 25 литров. Для дач. Для выгребных ям, для септиков, для компоста. Препараты. Вот. Ну, в общем-то, все, что необходимо. Все то, что необходимо сейчас для работы в наших садах. Для ранней весенней работы. Ну, и здесь мы начинаем выставлять те саженцы, род, которые вытаскиваем из хранилища. Как я вам уже говорила, мы их перебираем, разбираем, сортируем, обрабатываем, обрезаем. Что-то отставляем для магазина на витрины. Что-то заставляем здесь. Стараемся все это сделать по сорта. И часть наших роз мы сразу же отставляем для интернет-магазина, для заказов. Поэтому вот половину разобрали практически, но еще разбирать много. И тут у нас находятся плодовые саженцы. Здесь основные плодовые деревья. Яблони, вишни, черешни, груши. Высажены они были осенью. Сейчас они будут наращивать корневую систему. Ну, в осенью начали, ну и сейчас будут наращивать корневую систему. Корневая система нарастает неплохо. Обычно в течение двух месяцев уже хороший корневой ком развивается у яблони и других плодовых растений. Каждый год уже это замечено, проверено. Так мы работаем в течение, наверное, 15 лет. Поэтому можно не бояться, смело покупать. Ну, в общем, после зимы плодовые деревья выглядят так. Ну, пока мы их еще в продажу не выставляем. Тоже посмотрим, как они сейчас проснутся, как начнут набухать почки и приблизительно через две недели выставим на продажу. Ну, вот такого вот мы поставили. Рукоманка наш цветочек вызывает нам в садовый центр. Поставили его, так как многие жалуются, что можно легко проскочить по трассе. Ну, нету никаких опознавательных знаков. И только при подъезде мы надеемся, что этот цветочек будет видно издалека. Плюс пока нам изготавливают и все разрешения получаем на новую рекламу, так как старую сказали, что уже нельзя. 5 лет назад ту оформляли, теперь уже ту нельзя. Пришлось ее все снять, старую рекламу. И уже вот третий месяц пытаемся оформить новую рекламу, дорогущую, и то куча прибонов всяких. Мы пока ждем всех разрешений и изготовления. временно поставили вот такую вот цветочку нашего камаза. На этом мы сегодня с вами прощаемся. До свидания, до новых встреч. Ждем вас у нас в садовом центре.